Здравствуйте! Это программа Благовест. Меня зовут Марина Попович. Мы с вами снова здесь, в соборе святого благоверного князя Александра Невского. Вместе со мной духовник Екатериндарской епархии Архимандрит Амвросий. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте, дорогая Марина Александровна, дорогие наши телезрители. Мы соскучились. Давайте ваши вопросы. Первый вопрос сегодня от Натальи. Наталья спрашивает, скажите, грех ли смотреть фильмы или сериалы про что-то сверхъестественное? Это не является пропагандой каких-то верований, а просто представляет интерес как художественное произведение. Наташенька, ну вот видно, что вы еще юное создание, немножко опытом в жизни. Не понимаете, вот такая есть пословица, есть и прийти. Скажи мне, что ты смотришь, и я ей скажу, кто ты. Все. Наташенька, нет ничего в жизни безобидного. Вот, стопроцентно. Как говорят, даже хорошая еда, объевшись, плохо. Вот хорошая информация, даже художественный фильм, но в избытке и для глаз, и для ума, и для души тоже может навредить. Ну, а фильмы о чем-то необыкновенном, не рядовом, даже особенно маленькие, будут чистыми, они быстро, по ним видно, что они пересмотрели, переелись, перенасмотрели. И, кстати, психологически. Это бывает секундами, а иногда часами, как помешательство, навязчивая идея, страхи, боязни, которые приходят ни с того, ни с сего, и от того, чего и нельзя ждать. Потому что дети тонкие, на них эта грязь интеллектуальная, если можно это интеллектом назвать, то есть информационная, она сразу проявляется. А для взрослых, да, старики очень тоже потом, но они слабенькие от своих прожитых годов, они очень быстро понимают, что это тяжело или ненужно. И через соматику на психику как-то. Но даже для таких, скажем, молодых, как вы, крепких, здоровых, ну и, допустим, до пятидесяти дебельных, это не ругательное бывает слово, крепких дебелых, это крепких людей, это рано или поздно аукнется интеллектуально плохо, а самое главное – психически. Помимо того, и это не для запуга, а точное, почему нужно бояться слушать, смотреть, читать, видеть, думать, надо о хорошем, тогда хорошие и родишь. А вот такие, или не хорошие, не плохие, но художественные, все-таки из какой-то фантазии. И вот это сейчас даже, вы знаете, я недавно старый узнал, что есть такое искусство тоже – фэнтези. И уже, оказывается, на православную тему можно фэнтезировать. Я как посмотрел одну фантазию, по-моему, Юлия Вязинская или кто-то там фэнтезирует. Ужас. Поэтому, заканчивая, скажем, это небезопасно для здоровья не только психики, но и соматики. Нездоровая, неопределенная, непонятная, зафантазированная психика, так иначе фантазия отдаст тему зрению, сердцу, урологии, печени, к желуднокушечному системе. И не запугиваю, на моем маленьком опыте всего тысячи людей, я знаю, как даже в шутку просто молодежь говорит прикольнуться, этот фильм посмотреть или эти фэнтези послушать. Потом иногда аукивается десятки лет. Не советовал. Если вы мне друг, я вам точно друг. Вот я вам как другу говорю, и не рассуждайте, что я прав. Говорите, я не прав. Но намотайте себе, что это не нужно. И вы можете узнать. Тогда будете проситься на передачу Марии Александровне, сказать, дайте я скажу всем в эфир. Вот так, неполезно. Игорь нам написал, спрашивает батюшка, почему люди все время воюют. Я вот, например, в армию идти не хочу. Игорек, ну что я вам скажу? Понятно ваше желание. Я воспоминал даже о некоторых родственниках, как мы суетились и грешить пытались всячески, чтобы не пошел человек. Так вот все-таки Бог в милости в нас не послушал. И это оказалось единственным, правда жестким путем испытания, когда человек мог бы пропасть. Я прямо сказал намеками, увлечениями, зависимостями разными. Плохо до современных. В армии стал человеком. Конечно, был очень близок иногда, может быть, и к самоотчаянию. Но пришел какой-то, а теперь я мужчина. Мальчик хочет, не хочет. И, кстати, родителям надо готовить мальчик крепкого и телом, чтобы у него бицепсы-трицепсы были на теле, но и бицепсы-трицепсы здесь. И крепкий духом и душой. Игорь, вы поверите, что это мальчик, юноша не хочет, но он реально просто будет мужем, мужчиной, дедушкой. А что функция от Бога у мужчин? Не только там размножаться, но кормить, защищать себя, детей, семью и, простите, семью социальную. То есть родину свою. Трусливый, непрошедший испытание армии мужчина сам не уверен в себе. Это тяжело, Игорек, но надо это преодолеть в себе. Бог поможет преодолеть армию. И тогда выйти и сказать. Вот вы знаете, есть хорошие ученики, хорошие семьянины, а есть хорошие граждане. Мужчины, граждане, это первое, умение держать ружье, пользуются им, но не просто кого захочут, его застреливают. Нет, конечно. А именно мужество, терпение. Жизнь это очень красивая, но и порой очень сложная жизнь. Без умения терпеть и сложные вещи человек не состаивается. Ни личностно, ни семейно, ни социально. Игорек, отбросьте все. Вам наговорено, вы сами себе наговорили что-то плохо. Не хотите? Покайтесь Богу и скажите, дома или в храме. Я не хочу, я боюсь, трудностей там, не вынесу чего-то. И Боженьку укрепит. Еще один вопрос в сегодняшней программе. Алексей написал, нам спрашивает, возможно ли быть нравственным вне религии? Очень, Алеша, хочу с вами познакомиться, дискутировать. Молодой человек, это такой серьезный, нравственный в том числе вопрос. Но если хотите сказать, вот я своим опытом поделюсь. Мне кажется, и я уверен, и семья, и школа, и все. Ну вот, нравственно было. И по-человечески, и по-казацки. У нас потомцы на казахе семьи, и гражданин. Но вот потом Господь много мне подарил радости в искусствах, в науках. Я понял, Алеша, только церковь, настоящее отношение к ней, настоящее принятие ее правил, попытки их исполнять и этим самым закаляться и нравственно, только настоящая нравственность в церкви, то есть у Бога. Алеша, вот эта система нравственности церковных, божественных, надо знать. В миру это не знают. В искусстве-то и в театре не преподают. Там, я не знаю, на улице точно нравственность. Интуитивно бабушек надо слушать, хорошее замечание. Маму, папу, ну, может, хорошего учителя бывает. И хороших батюшек. Вот батюшки что говорят о нравственности церковной, вечной божественной? Вот этого. И в этом смысле без церковного опыта не может быть ни индивидуально нравственного, истинно красиво нравственного, ни семьи нравственной, ни социума. Хотя, конечно, в семье не без урода, где хочешь. Но вот мой опыт многих уровень детства, юности, молодости, там, студенчества, семейный опыт, социальный, научный, музыкальный, философский опыт, говорит, нет. Есть, я почему всем и говорю, молодой человек, что всем надо хотеть быть батюшками, церковниками, в настоящем смысле. Только с высоты церкви можно увидеть и правильность, неправильность, внизу и личные человеческие семена. И истинная красота здесь. Поэтому всем к Богу. Еще один вопрос сегодня Дмитрий нам написал. Здравствуйте. Родственники подарили ребенку ложку с выгравированным изображением православного креста на дне черпака. Можно ли использовать ее по прямому назначению? Я читал, что нельзя в утилитарных целях использовать вещи с изображением священных предметов. Если ложку для еды использовать недопустимо, то подскажите, что с ней лучше делать? Дмитрий, красивый вопрос. Просто для многих он будет интересен и важен. Много сейчас Дима вот такой семейной, бытовой атрибутики, элементы святости, картины, иконы, крестики, святыни какие-то. Есть это для ребеночка, особенно до семи лет, можно кормить. Ну, может, какой-то десерт, нежирное мясо там и прочее. Но так, чтобы потом эта лжица, когда вы будете мыть, чтобы она не была с жиром, с салом, с колбасой, в моечной, с отходами. Надо аккуратненько тогда для нее посудку делать, где вы туда не химией будете такой жестокой, а элементарно горчичка, соль, сода. И аккуратненько крестик этот изображения, иконочки. Но вы правы. Если нет, держать на святом углу. Где у вас Евангелие, где у вас основные иконочки, где у вас Библия, где у вас молитвословщик, туда аккуратно в целлофан, в мешочек, есть маленький мешочек, закрываются, положите. Это действительно святынька. И детки, я не думаю, что они как-то могут осквернить это. Чайный можно там, как киселик ребеночку. Почему? Давайте. То есть нужно избежать две крайности, Моя Александровна. Не брезговать и ненавидеть, что это не то. И с другой стороны, грязно обращаться на святынька. И так, пользоваться можно, но не крайне правый, не крайне левый случай. Но сейчас много таких бытовых предметов с изображениями святых, крестов и так далее. Вот с ними часто сталкиваются люди с такой проблемой. Что делать? Даже если, например, разбилась чашка или блюдце, или тарелка с изображением иконным, конечно, таким не пользуются в еде. Поставьте ваш сервант, или опять тот же святой угол. Или я знаю, есть хорошие люди из этих святых вещей, и ложечек, и тарелочек, делают особую стеночку, и там аккуратненько прикреплено такой уголочек. Почему нет? Но в каком-то смысле это дурной тон. Святость переносить на майки, или на штаны, или на блузочки, или на платочки. Поэтому этот дурной тон, мне кажется, некрасивее. Есть хорошая брошюрка такая, я хотел бы, может быть, всем почитать, дать. Вы посмотрите. Нельзя святой, ни на одеждах, ни на приборах, ни на... Даже в стенке просто разукрасить комнату, какими-то сцены «Тайная вечер» или «Рождество Христово» этого нельзя. Относитесь красиво туда, в святой угол, и поцелуйте хоть раз за всю жизнь этой ложечки крестик и иконочку. Ну, я думаю, все, Марина Александровна. Это все вопросы в сегодняшней программе. Да, мы встретимся через неделю и ответим на следующие вопросы наших телезрителей. Это была программа «Благовест» Марина Поповича, духовник Екатеринодарской епархии, архимандрит Амбросий. До свидания. До свидания. С Богом всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова